Добрый день, меня зовут Елена Вадимовна, и мы хотим представить наш опыт по профориентационной работе, в том числе по организации профориентационных смен, ну и немного, конечно, хотим и рассказать вам о нашем центре. Я прошу сейчас показать презентацию нашу. Александр, вместе со мной здесь присутствует Комарова Дарья Сергеевна, это мой второй спикер, наш второй спикер, Дарья Сергеевна Комарова, заведующая лабораторией профориентации и технологии развития успешности, а также Васильева Оксана Евгеньевна, заведующая лабораторией естественных наук и биотехнологий. Итак, пожалуйста, следующий слайд, несколько слов мы хотим сказать в целом о нашем центре. Наш центр дополнительного образования, следующий слайд, пожалуйста, реализует более 70 общеразвивающих программ инженерно-технического и естественно-научного характера. И все наши программы распределяются по шести лабораториям. На данный момент в нашем центре обучается свыше пяти тысяч уникальных обучающихся. Надо сказать, что в этом году у нас даже еще большая цифра, и несмотря на то, что сейчас мы работаем преимущественно в онлайн-формате, у нас на данный момент зачислено более семи тысяч детей. Это и дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения, это и школьники, которые к нам приходят. Сейчас, правда, не они к нам приходят, а мы приходим к ним, либо мы выходим в школу и проводим занятия оффлайн, если это дети до пятого класса включительно, эти дети сейчас в Москве работают, учатся оффлайн, либо мы приходим к ним дистанционно, проводим у них занятия по урокам технологии, а также по комплексной программе «Твой проект в СтартПро». Как я уже сказала, все содержание наших программ делится на шесть лабораторий. Можно следующий слайд. Четыре из этих лабораторий, четыре из них, лаборатория кибернетики и электроники, лаборатория цифровых медиа, лаборатория прикладных и инженерных компетенций и лаборатория, естественно, наук и биотехнологий, как раз и реализуют вот эти 78 программ. Все эти программы мы реализуем на бюджетной основе, так как мы Центр инженерно-технического естественно-научного образования. Кроме этого, у нас есть также две лаборатории гуманитарных наук и искусств, которые реализуют платные, в ней бюджетные программы, а также проводят мастер-классы и специальные модули по искусству публичного выступления, по искусству самопрезентации. Мы обучаем детей риторике, мы обучаем детей адресному подходу к презентации своего результата работы. И лаборатория профориентации технологии развития успешности, как раз опыт, который мы и хотели бы сегодня представить в нашем выступлении. Как я уже сказала, один из основных направлений нашей работы, можно следующий слайд, это проектная работа наших воспитанников. И концепция нашей работы построена таким образом, что любая работа и любая работа в кружке или на занятиях в школе обязательно заканчивается детским проектом, индивидуальным или групповым. Для того, чтобы дети могли не только научиться подготавливать проект, но его еще и представить, для того, чтобы дети приобретали опыт публичной защиты, аргументированности своих изобретений, обоснованности, актуальности того, что они предлагают, мы проводим целый ряд внутренних конкурсов. И в частности у нас есть конкурсы, которые как раз в рамках STEM-образования дети предлагают свои разработки, свои проектные работы по техническо-инженерной направленности. Это техноярмарка. И еще один конкурс. Следующий слайд, пожалуйста, на котором дети представляют свои юные, наши юные изобретатели представляют свои уникальные изобретения. Ну и, конечно, кроме этого, наши дети активно участвуют и в целом ряде внешних конкурсов. Традиционно наши воспитанники принимают участие в конкурсах взрослых изобретателей «Архимед» и «НТТМ». И ежегодно, можно следующий слайд, наши дети, нам приятно сказать об этом, оказываются призерами таких конкурсов. Для нас организация конкурсов и подготовка детей к участию в конкурсах тоже является очень важной частью профориентационной работы, потому что дети здесь могут почувствовать, проявить как-то себя, иногда даже неожиданно для самих себя, в каких-то новых областях. Они готовят проекты в группе. Многие проекты у нас оказываются построены на принципе конвергентности. И, конечно, это очень хороший способ детям почувствовать какие-то свои… открыть для себя какой-то новый интерес к новой технической области. Следующий слайд, пожалуйста. В рамках нашей профориентационной работы мы проводим целый ряд образовательных событий. Пожалуйста, Дарья Сергеевна, вам слово. Предыдущий слайд, пожалуйста, Александр. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я расскажу вам о тех профориентационных сменах, которые проходят у нас в лаборатории, в лаборатории профориентации. Вот здесь на слайде представлена программа «Мой выбор». У нас достаточно много различных форматов конструкторов таких смен профориентационных. У нас там есть и мой проект профессионального развития. Просто это достаточно там с разным контентом. Ну вот, например, программа «Мой выбор» реализуется уже достаточно давно. Но такая основная история этой программы в том, что вначале ребята проходят профориентационную диагностику, и эта диагностика основ... Это наша авторская разработка. Сайт, может быть, кто-нибудь слышал, carriedguidance.ru. Эта диагностика достаточно обширная. Где-то ребята проходят в среднем за 20-40 минут в зависимости от темпа выполнения. Ребята узнают и рейтинг предпочтительных профессий. Там профессии и связаны... Может быть, какая-то и гуманитарная направленность, и техническая направленность. То есть ребята могут выбрать из очень большого перечня. И этот рейтинг, самое главное, построен... То есть мы же не можем ребятам сказать, что там какие-то несколько профессий вам подходят, а вот эти вот профессии больше всего вам подходят. Здесь рейтинг строится, но на профессиональных сферах, на доминирующем способе мышления, межличностном взаимодействии, умственных возможностях. То есть это отдельные рейтинги. Далее в этом отчете ребята видят тип карьеры. Существует всего 8 типов карьеры. Это основная база этого комплекса диагностического. Ребята узнают тип карьеры. И, конечно, ребята узнают личностных качеств своих. Это и уровень притязания, и самооценка, мотивация достижения успеха. Дальше они знакомятся со своими профессионально важными умственными способностями. Это креативность, интеллектуальные способности, способность к обобщению, классификации. И в конце они видят такую батарейку, инфографика, где видят батарейку, где конкурентоспособность показана их. Конечно, диагностика. Обязательно ребятам говорим, что это не является истиной в последней инстанции. По крайней мере, даже если ребенок увидел свои результаты, и он уже может отнестись, нравится, не нравится. Вообще думал он или не думал о таких профессиях, которые заложены в диагностике. И за счет этого происходит, из-за того, что там большое количество профессий предлагается, такое немножечко расширение осознанности того, что существует такой большой выбор профессий. На занятиях, во время смен «Мой выбор» ребята знакомятся с тем, что такое успех, делают майн-карты по тому, как прийти к той или иной профессии, к той или иной цели. Конечно, поскольку у нас очень много лабораторий, в основном у нас центр технической направленности, естественно, ребята знакомятся с различными направлениями, с различными лабораториями, к ним приходят специалисты из конструкторского бюро, и ребята знакомятся, то есть происходят такие профессиональные пробы, когда ребята в конце отмечают, что больше всего понравилось, что нет, уже на уровне профессиональных проб. В конце у ребят проходит обязательно защита, перед защитой ребята делают презентацию «Что такое успех?», делают свое резюме на момент 25-летия, то есть это такая тоже игровая форма на целеполагание. Ребята ищут в интернете, какие существуют возможные профессии, ищут вуз обязательно, ищут план «Б», куда еще можно подать документы, ищут на «Хэдхантере», то есть много возможностей разных сейчас посмотреть какую-то профессию, чтобы сочеталось, кем я хочу быть, и вообще какие существуют должности-то, куда я пойду с этим. То есть такое обязательно, это должно сочетаться. И проходят собеседование. Они заявляют, на какую должность они хотят, и в конце они проходят собеседование. Следующий слайд, пожалуйста, Саша. Вот вы видите, сейчас происходит защита. Это вот когда был формат очных встреч. Ребята рассказывали свои презентации, ну и в конце, естественно, ребята получали сертификаты. Конечно, происходит самоопределение у ребят. Естественно, когда спрашиваешь их, а как-то меняется в дальнейшем, как вы думаете, поменяется ваше представление в дальнейшем? И у ребят вначале они говорят, что нет, вот я выбрал, и все. После занятия они начинают говорить, что да нет, это еще может поменяться, и это не будет каким-то крахом. Всегда можно найти какое-то направление, куда можно переместить свой фокус обучения дальнейшего. Александр, предыдущий слайд, пожалуйста. Я передаю слово Оксане. Да, 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 можно я буквально тоже... Да, 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 я хочу сказать, что Дарья Сергеевна очень интересно рассказала о наших профориентационных сменах, и теперь мы хотим поподробнее рассказать о тех сменах, которые строятся на содержании производственных кейсов, содержании кейсов, которые как раз связаны с областью стемообразования, и передаю слово Оксане Евгении Васильевой. Добрый день, уважаемые коллеги, рада приветствовать вас всех сегодня на данной конференции. О чем я хотела бы рассказать? А рассказать бы я хотела об образовательных профильных сменах, которые тиражируются и успешно разработанными с сотрудниками Центра проектного творчества СтартПро и ресурсным центром развития естественно-научного образования Московского городского педагогического университета и школьной лиги Роснано. Из выступления Елены Ивановны Казаковой вы узнали много о том, чем занимается школьная лига Роснано. Одна из ее основных задач это разработка и тиражирование образовательной профильной смены движения Техномира. Как я всегда говорю, это безвозмездная франшиза на награду, которая проводится именно школьной лигой Роснано. И в чем данная суть? Уважаемые коллеги, вы прекрасно понимаете, что обучающимся ребятам, школьникам можно сколько угодно долго говорить о том, какие профессии подходят, какие профессии важны, какие профессии нужны, что интересно в этом мире. Но мы решили, что непосредственное погружение в мир работы, в мир профессий, высокотехнологичной профессии, профессии, основанных на интеграции STEM-технологий или STEAM-технологий. Это всегда более эффективно и более красиво. Что лежит в основе движения Техномира? В основе движения Техномира лежат реальные производственные кейсы, задачи, которые перед детьми старшей школы 8-11 класса. Кстати, я говорю, что на сегодняшний момент мы готовим апробацию проведения профильных образовательных смен с детьми более младшей возрастной категории. Производственные кейсы, которые разрабатываются педагогами центра, педагогами Московского городского педагогического университета совместно с реальными бизнес-менеджерами, бизнес-инженерами, с реальными деятелями производства. Ребята решают только актуальные задачи современного мира. Каким образом решают? Решают в игровой форме. Решают с помощью обучения через увлечение. Они устраиваются на работу стажерами, они получают заработную плату, они решают производственный кейс, они успешно отдыхают, развлекаются, могут заработать валюту, которая на движении Техномира названа наномиля. Они могут получить бонусы и премии и обязательно на заработанную валюту купить то, что им необходимо. Спонсорская помощь предприятий, спонсорская помощь школьной лиги Роснано, спонсорская помощь Московского городского педагогического позволяет примировать ребят различными сувенирными продуктами. Но это могут быть и пауэрбанки, и флешки, и наушники, зонты и прочая атрибутика, на которую ребята могут заработать. Вы знаете, решая кейс и понимая, что за свою активность, за свою трудовую деятельность обучающие они получают бонус, это поднимает градус активности ребят, градус заинтересованности ребят. Оговорюсь то, что движение Техномира это смена естественно-научной и инженерно-технической направленности. Но в том году мы отработали формат, где была команда дизайнера, которая доказала инженерам, которая доказала стажерам-биологам о том, что без дизайнерского решения данный продукт, который они производят, фактически не продаваем. У нас есть собственные СМИ на данной смене, где ребята себя пробуют в формате журналистов, YouTube-блогеров, фото- и видеорепортеров. Как вы понимаете, на образовательной профильной смене закрывается четыре вектора. Обучающий, воспитывающий, увлекающий и мотивирующий. Но, коллеги, я очень хотела бы отдельно остановиться на смене на наград 2020. На сегодняшний момент это единственная смена, которая проведена в онлайн-формате. Оксана Евгеньевна, я прошу простить меня, у вас осталась минуточка. У всех спасибо большое. Давайте ждем. Единственная смена, которая проведена в онлайн-формате, онлайн-формат, представление бизнес-кейсов, это уникальный формат, когда дети по ту сторону экрана сидят не потому, что Мария Ивановна их перечислила по списку и сказала, ты должен сидеть, а потому, что был представлен уникальный образовательный контент, который удержал на протяжении пяти дней обучающихся с различных регионов Российской Федерации. Ничто не мешало им выключиться, выйти, не слушать лекции, не решать кейс. Однако весь контингент, который начал данную смену, он ее и закончил. Но вы понимаете, как говорят, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. И за одну минуту, я надеюсь, что вы сейчас увидите, как это было. Александр Александрович, запустите, пожалуйста, ролик. Сейчас пойдет, у нас все подготовлено. Спасибо, Оксана Евгеньевна. Да, мы хотим, чтобы вы посмотрели наш небольшой ролик о последней нашей смене на Награ 2020, который мы провели в августе. Это действительно был очень интересный опыт. Эта смена научила нас работать с детьми в дистанционном формате очень эффективно. Московский на Наград действительно станет событием. И мы с тобою полетим туда, где нано-развлеченье. Туда, где вконку ученый рыжий ждет так твагом красно-желто-светло-синим. Здесь каждый гений у себя найдет таланты нано-индустрии. Хороший ученый это прежде всего культурный человек. На-на, на-на, мы прокачаем как надо, это лето, на-на, на-на, начинаем вместе, на-на, 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 кто разокроет все секреты, на-на. Это спорт, это жизнь, жизнь это спорт. На-на, на-на, ведь там внизу еще много места, на-на, 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 я покажу. А что это у нас тут? Спасибо большое всем за внимание. Кто является нашим партнером, кто входит в партнерские отношения со Школьной Лигой Роснана, мы предоставляем абсолютно бесплатный доступ ко всем кейсам. Для того, чтобы стать партнером, это, как Елена Владимировна любит говорить, договор о любви и дружбе, который не несет под собой никакой финансовой составляющей, но мы просто должны знать, что вы увлечены нашими идеями, что вы прекрасно понимаете, как вы работаете, и что мы вас можем скорректировать в технологиях работы с кейсами, то есть в кейс-технологиях. Все дети, которые у нас были на сменах, о которых сегодняшняя речь, это были бесплатные смены. Отлично, прекрасно, спасибо большое. Тут есть такой нюанс, действительно, мы работаем, у нас очень много бесплатных программ, в том числе и смен бесплатных для московских школьников, они были бесплатны в оффлайн-режиме, но в онлайн-режиме мы имеем возможность пригласить сюда и детей из регионов. Субтитры создавал DimaTorzok